Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу сделать для вас обзор замечательной, нежнейшей плюшевой пряжи с Алиэкспресс. Это пряжа китайской марки Юмисси. У этой марки очень много различной пряжи для вязания. И я вот для себя приобрела вот такую плюшевую пряжу. Вот такие очаровательные моточки. Я делала два заказа. Сначала был пробный заказ первый. Мне очень понравилась эта пряжа. И я сделала второй заказ. Давайте расскажу вам немножко по характеристикам. В каждом таком моточке, как указано на сайте продавца, на страничке продавца, 95 грамм. Я на самом деле перевешивала все моточки. Несмотря на то, что они могут казаться разных размеров, видите, здесь просто намотка более такая рыхлая, а здесь более плотная. Я перевешала все моточки на кухонных весах. И в среднем каждый моток 98 грамм. Попадаются даже мотки 101 грамм, но у продавца заявлено 95. То есть все в порядке. Мы с мужем перематывали один моточек, проверяли длину, потому что метраж. Этой информации у продавца нет. Поэтому получается, что в одном мотке, ну, по крайней мере, в том, что мы перемотали, 47 метров. То есть я так думаю, что примерно 50 метров в каждом мотке. Что касается толщины самой нити. Толщина нити 8 миллиметров. Соответственно, прекрасно для этой ниточки подойдет крючок номер 8, спицы номер 8. Или крупнее, да? Смотря на то, что вы хотите вязать. Я вязала узором рис на спицах номер 8 образец. И из одного мотка, вот такого вот я вязала, из мятного, у меня получился образец размером 38 на 41 сантиметр. Об этом я писала в инстаграм. Ссылочку на мой инстаграм вы найдете внизу, под всеми моими видео. Переходите, смотрите фото, читайте подробные отзывы. Буду рада видеть вас в числе своих подписчиков. Буду рада нашему общению. Что касается состава пряжи, то есть пряжа плюшевая. Да? Вот на ощупь это как микрофибра. Но у продавца заявлен состав cotton fiber. То есть, да, хлопок кашемир. Ну, я думаю, что добавление хлопка здесь все-таки есть. У продавца написано, что эта пряжа идеально подойдет для детских вещей, для детской одежды, для игрушек. Вот, я с ним полностью согласна. Потому что пряжа, как я уже сказала, очень нежная. Она невесомая, прям как облачко. Очень-очень легкая, да? И она очень теплая. Я вот вяжу детский пледик и очень тепло от нее. Прям супер. Поэтому я вам рекомендую, девочки, особенно у кого малыши, да и вообще, можно и даже для себя. Ну, конечно, для себя на большой плед будет очень большой расход. Но на детский пледик для малыша 8 моточков вам хватит. Вот, поэтому очень рекомендую. Присмотритесь также, кто игрушки вяжет, девочки. Тоже очень-очень хорошая пряжа. И давайте я сейчас вам покажу те оттенки, которые есть у меня. Это мята. Мята это оттенок 0,7. Это белый. Такой красивый, молочно-белый. Белый это 0,1. Дальше. Розовый. Сейчас немножечко как-то свет у меня яркий, выбеливает чуть-чуть розовый. Но красивый, классический такой розовый цвет. Посмотрите, какая она плюшевенькая, она очень нежная. Розовый очень красивый. Не вот такой бледный, как сейчас я вижу, а действительно хороший розовый. Классический цвет. Розовый это 23. Вот такой очень красивый цвет. Такой мышиный, классический серый цвет. И очень хорошо подойдет для носочков, для какой-то игрушки, может быть, какого-то котика связать или мишку. Это номер 22. Еще один очень красивый оттенок. Арбузный. Я думала, что он будет такой коралловый, но на самом деле он еще намного-намного красивее. Ну вот действительно, как арбузная мякоть. Очень красивый. Номер 10. К сожалению, свет искусственный у меня, поэтому немножечко искажаются цвета. И вот такой очень красивый, яркий-яркий, цеплячий желтый. Это номер 04. В общем, вот такие красивые оттенки. У меня этой пряжи очень-очень много. Наверное, около 20 мотков. Я запаслась обстоятельно. И давайте теперь покажу вам эту пряжу в сравнении с известной и всеми любимой плюшевой пряжей от турецкой марки Yarn Art Dolce. Во-первых, по оттенку. Посмотрите, вот белая Dolce и белая вот эта вот Юмиссия. Видите, она более кремовая. Белая вообще, а эта вот более такая молочная. Вот. И что касается толщины нити. Вот, посмотрите, нить у Dolce и нить вот этой плюшевой пряжи. Во-первых, они отличаются. У Dolce проходит одна там ниточка, да, такая. И вот эти вот волокна прикреплены. Здесь же она, то есть, не облезает, если вот так вот ее делать. Вот. Видите, как она сделана? Очень-очень плотно. Я распускала неоднократно, подбирала для себя образцы. Не знаю, наверное, раз 10 я мятный моток распускала и розовую пряжу. Абсолютно после распускания она не деформируется. Можно прекрасно вязать. Вот. Ну и, как я сказала, да, если сравнивать с Dolce, вот у меня есть такая Dolce, то изделия из вот этой плюшевой пряжи, они у вас получатся более плотные, да. Из Dolce более рыхлая вязка будет. Здесь более плотные. Можно вязать какие-то кардиганы, даже там пальтишко какое-то детское, кофточку. В общем, отлично подойдет. Вот. Вот такая пряжа. И теперь давайте расскажу немножечко про инструмент, которым я пробовала вязать. Пробовала я вязать спицами номер 8. У меня вот такие вот гамма. Получается очень плотная вязка. То есть, если вы хотите что-то плотное, то рекомендую. Больше всего мне понравилось вязать эту пряжу вот такими вот спицами. Это у меня спицы номер 12 от Prim. Покупала я их в магазине Мир Вышивки. Да, вот покажу вам соотношение спица и нитка. Вот так. Вот оптимальный вот то, что для пледа, я имею в виду, вот мне очень понравилось. Здесь, конечно, плотнее получается. Также я пробовала вязать вот такими спицами пони 15 миллиметров. Да, сравним. 12-15. В принципе, более дырявый плед получается, но тоже неплохо. А спицами номер 20, тоже, кстати, у меня спицы эти, из Китая. Могу вам ссылочку оставить на эти спицы. Они очень-очень толстые. Там получается вообще очень рыхлая вязка. И еще очень понравилось вязать вот таким вот крючком номер 9. Это Prim. Тоже заказывала его в магазине Мир Вышивки. Для этой пряжи он оптимально подходит. Очень классно. Ну, конечно, если вы хотите более плотное вязание, тогда и крючочек вам нужен, наверное, будет восьмерочка лучше. Вот. Вот такой получился у меня обзор. Пряжи действительно, девочки, замечательные. Еще раз повторюсь, если вы в ожидании малыша или уже есть у вас детки, то обязательно заказывайте. И я уверена, что ваши малыши будут счастливы, и вы будете довольны. Пряжи нежнейшие, отлично. И для шапочек, и для снудиков детских подойдет. Вот. Поэтому всем очень-очень рекомендую. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Ссылочки на пряжу и на спицы я вам обязательно оставлю под видео. Переходите, заказывайте. Цена за два мотка. Там указано именно за два мотка. В среднем 305 рублей. Хорошая цена для такого качества. Также вы можете писать продавцу и заказывать, например, один моток такой, другой такой. Ну, в общем, пишите ему. Продавец хороший. Доставка быстрая. На этом все. Я надеюсь, что вам мой обзор понравился. Пряжа очень-очень классная. Посмотрите еще обязательно фото в Инстаграм. На этом я с вами прощаюсь. Вяжите с удовольствием. И до новых встреч. Пока-пока.